Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк сервис Алиэкспресс с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет дорогие друзья. И тут у нас такая новость. Arcos 55 Diamond Selby с продвинутыми фотовозможностями представят на IFA 2016. Французская компания Arcos продолжает рассказывать подробности о своих новых смартфонах. В преддверии выставки IFA 2016, которая на этой неделе пройдет в Берлине, производитель представил 5 доступных решений на Android 6.0 и один защищенный от пыли и влаги смартфон. Теперь этот список пополнил Arcos Diamond Selfie, относящийся к среднему классу устройств. Как следует из названия, одной из ключевых особенностей аппарата является фронтальная камера. Благодаря фирменным технологиям Qualcomm, пользователи могут рассчитывать на качественные снимки в любых условиях. Съемки среди прочих особенностей Arcos Diamond Selfie стоит выделить два слота для сим-карт с поддержкой 4G LTE, аккумулятор емкостью на 3000 мАч и Android 6 Marshmallow в качестве операционной системы из коробки. 5,5-дюймовый Full HD Display Arcos Diamond Selfie покрыт закаленным стеклом Dragon Trail, а задняя крышка, как уверяет производитель, устойчива к появлению царапин. Рама в смартфоне выполнена из металла, что придает большую прочность и обеспечивает приятные тактильные ощущения. Среди особенностей внешнего вида также можно выделить сканер отпечатка пальцев, расположенный на задней стороне. В новинке установлена основная 16-мегапиксельная камера и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Даже в полной темноте с помощью Arcos Diamond Selfie можно получить качественные селфи, включив функцию подсветки с помощью дисплея. Как упоминалось выше, смартфон поддерживает технологию Qualcomm, предназначенная для улучшения качества снимков. С помощью функции Chroma Flash камера делает два снимка, со вспышкой и без. От первого снимка берется яркость, а от второго точная цветопередача. Конечное изображение получается более качественным и сбалансированным. Также технология OptiZoom есть, которая отвечает за то, чтобы объектив камеры фиксировался на объекте съемки и продолжает отслеживать его положение даже в движении, автоматически выполняя и при необходимости приближение делая, чтобы сохранить максимальную четкость снимка. Также есть технология UbiFocus, позволяет при отключенном автофокусе камеры делать 5 снимков с фокусировкой на разных объектах. Затем все снимки объединяются в один и пользователь сам может выбрать место фокусировки или оставить в фокусе всю фотографию. А вот технические характеристики Arcos 55 Diamond Selfie, 5,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 505, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной, поддержка карт памяти до 128 ГБ, 16-мегапиксельная камера, 8-мегапиксельная фронтальная камера, 2 слота для сим-карт, поддержка 4GLTE, аккумулятор емкостью 3000 мА с поддержкой быстрой зарядки Q-Charge, ось у нас здесь Android 6.0 Marshmallow, габариты устройства 155 мм по высоте, 76,6 по ширине и 7,7 мм толщина, весь устройство 184 грамма, розничная стоимость Arcos Diamond Selfie в России будет составлять 18290 рублей, также будет доступна Lite-версия с 3 ГБ Азу и 16 ГБ ПЗУ, которая поступит в продажу в октябре этого года по цене 15990 рублей, но я думаю будет целесообразно брать младшую версию, потому что в принципе она отличается только меньшим количеством оперативки на 1 ГИХ, меньше внутренней памяти, 16 ГБ здесь, вот, и так как он поддерживает карту памяти microSD, то, блин, можно расширить до 128 ГБ и нормально пользоваться устройством, записывать видео, фотографировать, место будет хоть завались. Вот, процессор там такой же самый стоит, батарея тоже та же самая, так что в принципе отличий практически нет, только вот два отличия. И единственное, что нам здесь неизвестно, какой здесь слот под стрим-картой, возможно здесь, конечно, гибридный слот, так что придется выбирать или сим-карта, или память, ну тогда уже, конечно, стоит посматривать на 64 ГБ, если вы не хотите, скажем так, ставить туда microSD вместо второй сим-карты, поэтому если вам надо две сим-карты, ну тогда вторая версия более старшая для вас. Вот так вот, всем спасибо, пока. Если вам понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok